Возродить культуру грудного вскарбливания – задача родильного дома. Именно он выступил с инициативой в больнице доброжелательной к ребенку и начал активно внедрять задуманное. Разработана политика защиты, поддержки и поощрения грудного вскарбливания. Она позволяет соблюдать 10 успешных шагов к ее реализации. Раннее прикладывание груди, совместное пребывание с малышом в палате мать и дитя и многое другое. Поощряется присутствие родственников после родов, партнерские роды, а также организовывается группа поддержки грудного вскарбливания из сотрудников, которые длительно кормили грудным молоком своих детей, а также мамочек, которые сейчас находятся на грудном вскарбливании при возрасте детишек полутора и двух лет. Именно эта группа поддержки и приглашена на праздник в родильный дом. Он посвящен Всемирной неделе грудного вскарбливания. Для гостей приготовлены подарки и чаепития. Вместе с ними навстречу и те мамы, которые только начали кормление грудью. Более опытные делятся своими навыками. Ничто не заменит, никакая смесь, никакое молоко, ни козье, ни коровье. Всех питательных веществ, которые есть в мамином молочке. Во-вторых, это очень удобно. Не нужно ни подогревать. Всегда оптимальная температура. Всегда с собой. Не нужно ни холодильников, ничего. На праздники мамы благодарят за поддержку своих врачей, в том числе и специально обученных консультантов по грудному вскарбливанию. Именно они в течение этого года проводят обучение для акушерок и медицинских сестер. Техники грудного кормления посвящают занятия на курсах подготовки к родам. То, что вот сейчас эти специалисты появились, это будет очень хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы в роддоме оказываем помощь, потом они выписываются, тоже возникают проблемы. У кого молока нет, ребенок часто прикладывается, ребенок плачет. Ну, разные бывают вопросы, мы оказываем еще практическую помощь. С 1 августа в Чистополе работает горячая линия. Мамы, у которых есть вопросы по грудному вскарбливанию, могут получить бесплатную консультацию у специалистов. Либо по телефону, либо лично приехав в родильный дом. Это старт к настоящему, будущему нашему больнице, которая должна получить статус больницы доброжелательной к ребенку. Редактор субтитров А.Семкин